всем привет сегодня решила поснимать очередной влог и какой-то сегодня просто ужасный день несмотря на довольно таки хорошую безветренную погоду сегодня в принципе даже очень тепло но меня очень неудачно разбудили сегодня мне пришла посылка с алиэкспресс я попыталась съездить забрать ее в отделение но там была весьма какая-то нервная дама которая даже ну как относительно попыталась ее найти и ничего не нашла я поехала домой и решила все таки ну чтобы не ездить 10 раз заказать доставку посылки домой я думала что ну как это какой-то мальчик может или девочка курьер все это разносишь все это делают обычные почтальоны бабушки и в общем это бабушка звонит мне сегодня в 10 утра я-то думала что не сегодня доставят эту посылку но нет не тут то было в общем звонит мне эта бабушка сегодня в 10 утра вы хотите чтобы я вам доставила посылку не груда бери если я подала такую заявку то я этого хочу в общем далее это будет стоить 100 рублей хорошо я в курсе я приеду завтра рано и хорошо 8 утра я приеду и хорошо давайте 8 это какой высотаж игре 5 а у нас общежитие у нас сложная система попадания в наш дом хорошо я поднимусь а как я попаду к вам я позвоните мне на сотовый он же у вас есть это что я должна тратить деньги со своего сотового я в шоке говорю мадам мне на самом деле мягко говоря без разницы как у нее доставить если у вас есть такая услуга будьте добры доставьте мне эту посылку потому что ваша коллега в почтовом отделении не потрудилась ее найти и бегать по несколько раз ком в отделении я тоже не буду в общем посмотрим что завтра будет как мне доставят эту посылку и что мне вообще в итоге придется выслушать от этой почтальон я не знаю кто-нибудь с этим сталкивался кому-нибудь вставляли посылки с почты россии таким путем потому что ну это просто ужас я думал что это хотя бы ну действительно что-то на уровне уже каком-то нет это все-таки вот наши советские почтальоны так что вот так и из-за этого у меня как-то сбился весь день я сейчас еду в офис заключать договор на установление установку окон ехать нужно в центр ближе офисов нету то есть вот еду не знаю куда сама посмотрела очень смутно видно и понятно куда там надо ехать поэтому ели выгнала себя из дома хотелось просто зарыться в плед и никуда не выходить но тем не менее ладно поеду в офис включать договор тоже целую эпопея с этим с этой компании компания хорошая делают все быстро одна из лучших компаний в питере установки но они мне мягко говоря замучили они мне звонят через день а вы не забыли что вы должны приехать а вы помните а вы знаете так это сказать слушайте ребят ну как бы вам надо если ну так вот прям все быстро быстро приезжайте ко мне как бы и ну все окей блинка все заключим а я вот еду туда тогда когда есть свободное время у меня тогда когда могу приехать я надеюсь сегодня заключим договор и уже до момента установки я их не услышу потому что ну тоже как бы вот такие вот напряги меня не устраивают ладно вроде бы едет мой автобус в общем толком у меня не получилось поснимать не по дороге туда не только по дороге обратно ну я уже практически к дому подхожу в общем как только я как раз закончила съемку вот предыдущий кадр мне звонят из компании и начинается когда вы к нам приедете и так далее и там подобное кажется давайте я вас буду через час мы все вопросы обсудим ну это я к назойливости компании но провела я там довольно много времени на самом деле так как долго согласовывали дату установки окон у меня определенный нюанс связанность это вот у нас так внимательно относится к правилам дорожного движения вот тот вот маленький смальтик заехал на школьную территорию не знаю видно не видно но вообще туда подъезд запрещен ну как бы у нас же наших российских водителей в принципе не волнует что такое правило дорожного движения они этого не знают и нисколько не хотят их соблюдать в общем я закончила на том что мы долго согласовывали дату установки окон ну потому что у меня всего два числа возможных для установки а у них какие-то выходные праздники кое-как через гендиректор это все согласовали ну вот все осталось подождать полторы недельки и наконец-то установят пластиковые окна и наконец-то у меня дома будет очень тепло потому что даже сейчас приятность или как бы ну не холодные температуры 0 плюс 5 градусов меня очень холодно я уже почти к дому подошла мне тяжело нести камеру у меня на плече сумку поэтому попробую сговорилась посмотрим о чем-то снимаю еще дома может быть продолжу влог за раз уж я обещала что-то поснимать дома из покажу вам на мой новый увлажнитель воздуха старый сломался к сожалению по моей вине и ну починка у старого увлажнителя обошлась бы нам дороже чем вообще он стоил и да извините за бардак на заднем плане то есть я там более-менее пытаюсь как-то организовать но вот пока что как есть тем более в любом случае этот стеллаж немножко переедет туда после установки окон и пока что как-то так потом будет видно что с тем делать в общем новый увлажнитель воздуха во первых у него объем не 2 а 5 литров что меня очень устраивает нужно долго его хватает и что еще мне нравится у него есть функция включения то есть вот так нажимаем и он включится через час либо просто мы его включаем вот здесь настраиваем мощность и здесь что мне очень понравилось можно настроить процент влажности который вам нужен дома я наберу обычно 70 это среднее сколько нужно человеку для нормальной жизни и увлажнитель воздуха начинает работать и как только вот видите там струйка такая пара и как только отметка доходит до 70 процентов увлажнения он автоматически отключается и дальше как только падает эта отметка на 2 процента от заново включается и поддерживает уровень увлажненности воздуха на одном уровне вот здесь можно выставить мощность я выставляю обычно на максимум пока мне надо чтобы быстро набрать вот вот он прямо видите зашуршал пока мне нужно набрать нужную степень увлажненности он на максимуме работает вообще вот он у нас появился чуть меньше недели но я помню что с предыдущим было очень комфортно жить особенно зимой и вот с этим прям очень хорошо мне очень нравится функция вот это именно набора нужное нужного уровня влажности также здесь есть ионизация что тоже очень хорошо снимает статическое электричество из кота с моего из моих волос очень довольны производитель супа у него хороший дизайн единственное что у него нет подсветки поэтому ну как бы его такой оранжевый дизайн немножко скажем так не раскрыть на сто процентов было бы еще лучше если бы это было как бы ну с подсветкой очень довольна замечательно работает просто вот супер и дышится с ним гораздо лучше и тем более что мы собираемся ставить пластиковые окна помещение небольшое батареи тут хорошо ну это вообще от зимой в плане влажности воздуха с ним я думаю будет все просто вообще замечать и хочу вам похвастаться у меня хотят зацвести целых три орхидеи ну то вот самая давняя она немножко сожжена солнцем поэтому не знаю зацветет она когда-нибудь еще или нет но надежда умирает последний так вот эта орхидейка у меня целых два усика дала один уже вот он большой и один еще вот там совсем зародыша это орхидейка вот ай вон там усик растет и у этой орхидейки уже вот довольно большой усик и я думаю они зацветут у меня реально к декабрю месяц да так выглядят мои страшные окна обычные советские сталинские окна и у нас реально не очень огромные поэтому с установкой просто беда вот я надеюсь что как только мы поставим пластиковые окна я наконец-то сменю горшки орхидей хочу вот такого плана купить кашпо чтобы они все были одинаковые плюс-минус и да наконец-то большинство цветов при переедет на подоконник я сделаю какие-то может быть кашпо сюда повешу и ну в общем место будет на подоконнике не вот столько сколько сейчас а вот от начала и вот до той второй рамы конечно самое любопытное животное в моем доме не трогай орхидеи он очень любит бедать орхидеи и так он не один раз одну цветущую обломал и она очень долго после этого нет свела да что ты там увидел они регулярно что-то там видят они видят там птичек зимой они видят белых мух очень любят белых мух что ты увидел да что ты увидел вот у кота реально шерсти с увлажнителем гораздо лучше мягче и не так электролизуется что на зиму он прямо вот весь шерстяной интересно как устроена природа готовка нам поставим окна он не начнет ли линять обратно и думать что лето я надеюсь и промежуточный в общем этапа моей организации косметики завтра мне придет еще один контейнер про отрабую с которыми рассказывала сегодня и еще где-то через недельку я думаю придет второй кану третий уже контейнер в общем вот так вот я организовала часть своей косметики то есть здесь у меня всякие штуки для ухода это мой вечерний основной уход новинку купилась вот такую кларанс репер и все-таки хочу себе еще детокс мне очень нравятся эти капли по действию шикарно работают и замечательно восстанавливают кожу очень очень нравится всем советую для глаз для лица а это мой дополнительный уход то есть здесь у меня масло авокадо там у меня масло маракуйя крем для рук и скинарен который я заканчиваю мой планшет на своем месте и вот здесь вот я решила пока что золоток видите там контейнер купленный в литуале не очень удобно то что надо снимать верхнюю часть сюда я составила маски которыми я последнее время активно пользуюсь это очищающую такая маска вот планета органик она очень интересная только мне к сожалению никак не открыть в общем она похожа по составу на мега мятную от лаж крем-маска здесь у меня в баночке от the body shop пантрушка дала просто питательно увлажняющая немножко взяла у нее попробовать и моя маска от стикс выравнивающая бальзам для губ летний софт лип он со спф фактором немножко с ментольчиком я думаю его и оставлю на следующее лето он еще нормально выживет масло для губ от body shop которые в этом году я наконец-то надеюсь закончу и вот два бальзамчика от локситан абрикос и вот завтра привезут еще один контейнер и я сложу туда часть косметики я не знаю успею ли я убрать вот эту перегородку потому что возникли некоторые проблемы с тем что я думаю у меня есть что поставить вместо вот этой палки стенки но оказалось что нет а без нее никак нельзя она служит опорой поэтому не знаю если смогу что-то сделать то сделаю если нет то придется ждать еще какое-то время и также в литуале я еще взяла вот такой вот органайзер для хранения ватных дисков и палочек честно изначально думала что тоже буду заказывать на алиэкспресс но очень было рада со скидкой 50 процентов моей мне вот этот контейнер обошелся в 150 рублей да и вот вот тот обошелся в 400 то есть в принципе цены ну вообще как бы не кусачий там есть еще квадратные контейнеры типа для ватных дисков но я думаю что возьму парочку и ну они мне тоже пригодятся как бы для некоторых целей интересных и есть еще вот такой вот длинный совсем контейнер для ватных дисков но мне совсем не понравился вот этот просто открывается и здесь у нас палочки и диски единственное мало ватных палочек сюда входит и ну надо где-то хранить остальные запасы в целом очень нравится очень довольный дубль не удался так вот я провожу время дома если я пытаюсь что-то делать за компьютером просто смотреть или делать что-то важное код вот так вот у меня сидит и никуда его не подвинешь потому что если его пытаешься двигать он очень возмущенный недовольно мягко это морды ну вот пришла моя посылка принесла мне ее наша бабулька почтальон и все это время ворчала но я уже не стала разбираться и говорить что это не мои проблемы что не я придумала эту услугу ладно окей ну что закидала туда косметику пока закидала вот так потому что должен прийти еще один контейнер я в этом варианте специально не заказывала такую верхушку подставку чтобы туда что-то ставить потому что должен прийти еще один контейнер на два ящика и он скорее всего встанет сверху и на него встанет именно как раз таки ну и на нем будет вот подставка и как-то вот пока так закидала туда косметику без особой пока что определенности вниз положила какие-то свои бронзеры хайлайтеры вот там хайлайтеры бронзеры здесь одни румяна которые потом будут наверно стоять вот здесь потому что не очень красиво когда такая бутылочка лежит и пока что здесь мой консилер от бобби браун я надеюсь что позже я когда придет второй контейнер и контейнер я все это переложу более удобно и ну может быть закажу даже что-то еще во втором отделении да он не очень хорошо открывается мои и чисто румяна здесь больше ничего нет кроме румяна я поняла что что-то немного румян как-то кремовые румяшки флормары натуральные ну и так далее да и в третьем отделении здесь всего понемногу на самом деле здесь консилеры для глаз база под макияж возможно когда придет именно с подставкой наверх это все встанет наверх тенюшки от divash очень хорошие матовые мне вот они очень нравятся не очень приятные по ощущению очень хорошо пигментированы но немножко навеки вот с такими светлыми оттенками нужно быть аккуратно и немножко миловые улетели румяшки и вот тени для муравей и здесь всякие вот подводки вот такого плана в общем пока что это дело все выглядит вот так и возможно я не знаю сегодня или завтра мне дойдут руки хотя бы убрать вот эту перегородку но если я уберу только ее то будет чуть неудобно поэтому вот пока что думаю что убирать не убирать и как быть и ну да мне как всегда куча мыслей решила закончить свой влог промежуточным этапом оформления моего стола самый завершающий этап будет после того как я наверное поставлю окна и после того как придет там еще один контейнер и тогда уже будет более-менее ясно какая-то картина и тогда уже будет ясно вообще нужно мне что-то еще до заказывать либо нет но вот тут все осталось без изменений в этом отделении единственное что сюда сейчас представила вот эти вот средства по уходу за собой а дневные потому что пока что вот сюда их ставить особо некуда так здесь будет еще один контейнер и на нем будет вот похожая по моему точно такая же вот эта верхушка вот и соответственно сюда перейдет вот этот мой уход сюда пока что я принесла органайзер с палочками не знаю здесь ли он останется или он перейдет сюда это все будет видно после покупки точнее после прихода еще одного контейнера ну и вот здесь все выглядит как-то так то есть я убрала в эту перегородку хотела часть перегородки пришлось все таки оставить вот там на заднем фоне пока что думаю опять же оставлять или нет она является кроме говоря вспомогательной поддержкой для всего остального стола потому что как бы он довольно тяжелый и сама сегодня вот сконструировал такую вот палку то есть это металл я его распилила ли сама лично ножовкой по металлу прикрутила туда вот эти вот пазы и вставила собственно говоря туда вот эту поддержку то есть это дополнительная тоже поддержка для верха стола здесь у меня остались кисти сюда переставила свой крем для рук который планирую скоро закончить здесь тоже всякие кисточки палочки органайзер с помадами который после будет заполнен наверно только помадами скорее всего я надеюсь ну и вот собственно мой органайзер который сейчас под весом не шевелится очень удобно он очень хорошо сюда встал и здесь хранится сама косметика я думаю что мне здесь в целом на данный момент будет краситься гораздо удобнее и когда появится второй контейнер это все поднимется еще где-то ну я думаю вот так минимум до должно где-то подняться ну да как-то вот повыше и я думаю что все будет еще более уютно вот так училась все это дело выглядит и мне так на данный момент нравится больше конечно немножко непривычно потому что ну прилично лет я прожила вот с этими перегородками и сейчас вот как-то так на этом буду заканчивать влог иначе мне кажется там будет минут 30 в этом влоге вот и ну продолжением и в организации моего стола следует